Привет! Мы с вами сейчас находимся недалеко от станции метро Таганская, около центра города, соответственно, в Таганском районе. И здесь как раз от Таганской улицы и до Добровольческой улицы проходит товарищеский переулок. Рядом находится Адовое кольцо и как раз станции метро Таганская и Марксийская. Даже больше, скорее, Марксийская, вот, ближе к этой метро, чем Таганская. Но они соединяются по длинному переходу, так что, по сути, это одно и то же в общем. Переулок с односторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в сторону Доброслободской улицы. Длина составляет около 750 метров. То есть, довольно большой переулок. Больше даже похож на улицу. Хотя, довольно узкий. Для улиц тем более. До 319 года назывался Чёртов переулок или Чёртов. Тут, когда сложное происхождение точно не установлено. Но надо сказать, что жившие переулки его хрестских старообрядцев, они добились переименования переулка в Дурновой. Так что назвали его дурно. Ну, всё-таки, Чёртов, как-то это не очень хорошо. Ну и в 2019 году переулок получил нынешнее название, даже как и «Товарищ с Кульц» одноимённая, то уже значительно позже, по принятому в Коммунистической партии и в армии в советское время в целом, распространённому в обществе обращению товарищей. Ну вот, соответственно, советская власть пришла, так буквально вскоре переулка и назвать. Все большевики, тем более ещё старые большевики, они любили обращаться к товарищам. Это как бы было знаком партийной принадлежности, в том числе. Мы как бы новая власть. Не всякие там буржуи, там господа какие-то, там дамы и прочее, а мы товарищи. Кстати, к женщинам и к мужчинам тоже обращение одно было всегда советское время товарищи. Ну, потому что это слово, оно, в принципе, не имеет какого-то женского особого оттенка. Да, ну и что здесь находится? Здесь, соответственно, находится около десятка жилых домов, причём есть революционные дома. Давайте я вам скажу конкретно какие-то дома. Это пятиэтажный дом по Дорам-7, построенный до 317 года. Здесь в советское время жил и работал скульптор, педагог, Иннокентий Жуков. Трёхэтажный дом по Дорам-12, начало 20 века. Шестиэтажный дом по Дорам-13, начало 20 века. Настроен был двумя этажами в советское время, то есть изначально был четырёхэтажный. Шестиэтажные дома по Дорам-17, строение 1, 1А и 1Б, то есть три шестиэтажных дома в 1950-х годах постройки. Четырёхэтажные дома по Дорам-20, строение 1 и 2, начало 20 века. Причём в строении 1 находится Российское объединение болельщиков. Четырёхэтажный дом по Дорам-20, строение 4, конца 19 века. Пятиэтажный дом под номером 24-7-131 года постройки. И вот единственный новый дом в конце этой улицы, переулка находится. Двухэтажный дом под номером 29-2, построен он в 2001 году. Интересно, двухэтажный, но новый дом. И остальные дома либо советские, либо в основном дореволюционные. Также на этой улице находится, в переулке в этом находится и несколько, около десятка нежилых объектов. Это ресторан Шэш-Бэш и офисные здания рядом находятся в начале улицы. Причем офисные здания под номером 1, страница 2, одноэтажный с незамином. Это здание 18-19 веков. Далее идет спецшкола, здание под номером 3-5. Трехэтажное здание начала 20 века. Это бывшее училищное здание имени князя Щербатова. Потом 5-я женская гимнадия. Ну, потом школа военведы уже в ранне советское время. Здесь облагались первые московские командные курсы тяжелой артиллерии. Вот как раз школа военведа. Ну, потом, в середине 3060-х годов была школа номер 468. Причем до 355 года она была мужская, потому что было раздельное образование. Да, какое-то время у нас мужское и женское. Отдельные школы были, мужские и женские. Но потом, когда вернулись в смешанной форме обучения, то стала, соответственно, обычная школа. Общая. Общеобразовательная. Ну, и потом уже теперь ныне школа. Спецшкола 486. По другой стороне переводка находится компания «Молодежная мода». Здание под номером 4. Причем постройка 19 века. Занимается производством одежды. Это первая в России была раньше керамическая фабрика, основанная еще в начале 18 века. Гребенщикову. За этим зданием идет офисное здание двухэтажное, под номером 6. В 1882 году построить. На этом месте раньше располагалась Филипповская старообрядческая маленная и Киморское подворье, которые были образованы в конце 18 века. Они включали маленную, гостевой дом, женскую, мужскую богадельню, жилые дома и детскую школу. Киморским подворьем именовалась она по главному центру Филипповского учения старообрядческого оселу, а ныне городу Кимры, которая находится на Болге, ныне в Тверской области. Ну а за школой находятся офисы в здании бывшего усадьбы Ложечникова Зимяных, под номером 7, строение 2, 18-19 веков. Магазин Констовара. Небольшой такой одноэтажный павильон 2001 года постройки, под номером 7, строение 3. Ну а за офисом здания под номером 6 находится офисное двухэтажное здание под номером 8, строение 2. Тоже старое, скорее всего, конца 19-го, может, начало 20-го века. Дальше идет еще одно офисное здание под номером 10, двухэтажное с мезонином, начало 20-го века. И этот жилой дом принадлежал в начале 20-го века крестьянину Петру Архипову. Рядом находится трехэтажное офисное здание под номером 10, строение 2. Тоже старое здание, очевидно, тоже начало 20-го века. Ну а далее, по другой стороне, за жилыми домами, там идет трехэтажное здание, в котором находится первая национальная школа телевидения, здание под номером 19. И далее идет еще одна школа, построенная в стиле конструктивизма, под номером 21. После долгого строительства к стандартному строению школы пристроили сооружение светлого карпича с башенкой. Ну, также в переулке находится ученый методический центр департамента образования Москвы, задний под номером 22, причем начало 20-го века. Это бывший городской училищный дом. Ну а затем, уже в постсоветское время, здесь находился колледж легкой промышленности. Далее у нас идет офисное здание бывшей усадьбы 19-го века, двухэтажное здание с деревянным вторым этажом, причем под номером 23. Ну а за ученым методическим центром департамента образования находятся офисы в бывшем доме художников братьев Сергея Константина Коробина в здании под номером 24. Это все, что сохранилось от усадьбы Коройных в Рогожской Слободе, где родились и провели свои отец два художника. Вот Сергей Константин Коройный, но это вот флигель, небольшое такое двухэтажное кирпичное здание 19-го века. За усадебным домом, бывшим по номеру 23, где сейчас офисы находятся, находится еще, находится центральный объединенный архив, учреждение системы образования города Москвы под номером 25, двухэтажное кирпичное старое здание 19-го или начала 20-го века. И рядом находится еще одно офисное здание, это главный дом бывшей усадьбы Силкина под номером 27, двухэтажное с билибедером кирпичное здание 19-го века. И рядом находится еще одно офисное здание под номером 29, двухэтажное начало 20-го века. Далее, по другую сторону переулка находится Академический художественный институт имени Сурикова, здание под номером 30, которое готовит живописов, графиков, скульпторов и искусствоведов. С 1650-го года институт размещается вот как раз в этом новом здании, в этом переулке, ну а так, в принципе, да, это размещалось по другим адресам, несколько адресов сменим. Становление института связано с именами первых уректоров Грабаря и Герасимова. В нем также преподавали художники Дейнека, Истомин, Йоганссон, Шегель, Мор, Покоржевский, Чекмазов и другие. С 1692-го года имеет статус Академического института. Ну и, соответственно, в другую сторону, вперед, продолжается у нас офисное здание, которое в том числе находится и в бывшем главном доме Кригорева, усадьба Баулиных, в 1.31, строение 1.6. Строение 1 – это двухэтажное кирпичное здание, которое может скрывать и даже более ранней части, касалось 18 века, так, за 19 века, но может скрывать и более 45. Тогда на главном участке находился двухэтажный дом, приезжавший к купцу Федору Баулину. Баулины продолжали владеть участком вплоть до революции 17-го года. Ну и рядом во Флигеле, в усадьбе, находится мастерская художника Геннадия Доброва, по номер 31, строение 6, которая украшена картинами, скульптурами из разрушенных домов в Таганке. Ну и коллекционер собирает разные картины из окрестных старых домов. Ну и заканчивается перевод еще двумя офисными зданиями, двухэтажными, по номерам 34 и 36. Причем оба старых здания тоже, наверное, или конца 19-го, или начала 20-го веков. Ну и такой интересный переулочек, как, в общем-то, и практически все на Таганке, он, несомненно, заслуживает доверия. Видите, в какой обиде старых зданий, наверное, около двух десятков старых зданий 19-го, начала 20-го века. Ну и ранние советские дома, там тоже сели конструктивизм, здания школы, тоже интересно. Так что, думаю, здесь, конечно, стоит побывать. Ну и добираемся сюда от метро Марсидской пешком через Таганскую улику. Вообще, транспорт по этому переулку не приезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.